На портал экзагет поступил вопрос. Подруга отрицает авторитет Библии и говорит, что раз она написана людьми, то там много домыслов и заблуждений. Пытался ей объяснить, что люди писали ее Вадима и Святым Духом, но встретил полное непонимание. Как ей объяснить, кто автор Библии и почему там все правда? В этом вопросе нам нужно разделить две значимых темы. Во-первых, вы абсолютно верно поступили, обращаясь к самой знаковой внутрибиблейской цитате, говорящей о богодохновенности библейского текста, указывающей на то, что тексты откровения Божия не могут быть препарируемы исключительно так же, как, например, любые другие литературные источники. Что в них мы все-таки видим определенную руку Божию, определенное действие и, собственно, то самое откровение Господне. Здесь мы обращаемся к второму соборному посланию апостола Петра, 1 глава, 20-21 стихи. Апостол пишет, «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Здесь мы видим, как еще раз повторюсь, внутрибиблейское указание на авторитетность ряда текстов. В данном случае апостол говорит не о своем собственном произведении, не о своем собственном тексте, а подчеркивает авторитетность текстов древних, в данном случае текстов пророческих. Но впоследствии христианская традиция распространила эту мысль на весь объем библейского текста, и мы говорим о богодохновенности Библии как таковой. При этом важно иметь в виду, что богодохновенность имеет несколько пониманий, и традиционное православное понимание смотрит на нее как на синергийный процесс, то есть на процесс соработничества человека и Бога. То есть каждый библейский текст, безусловно, является Словом Божьим. Но для того, чтобы это слово, чтобы это откровение обрело конкретную плоть, чтобы оно обрело конкретную форму, необходим тот, кто его не просто зафиксирует, не просто запишет, а тот, кто его сумеет творчески воспринять и станет, ну в каком-то смысле, соавтором, действующему в мире Слово Божие. И вот в этом специфика Библии как текста. С одной стороны, в ней действительно активно говорит бог. С другой стороны, каждая книга является плодом труда совершенно конкретного автора или авторов, потому что у ряда библейских текстов мы знаем, да, есть ряд авторов, как, например, у той же самой Псалтыри, которая является, в общем-то, сборником текстов. Поэтому первый пласт, да, первая наша мысль заключается в том, что Библия, безусловно, авторитетно является откровением Божьим. Это подчеркивается часто через, например, ту мысль, что пророчества, преподанные в Ветхом Завете, в абсолютном своем большинстве уже исполнились. Ну, например, можно ли было помыслить о том, чтобы Вавилон, столица мира, да, вот без преувеличения, крупнейший город, ну, как минимум для всего Ближнего Востока, превратился в груду развалин, как говорит об этом пророк Исаия. Да, причем он говорит об этом на том этапе, когда как раз и Иерусалим представлен грудой развалин, да, то есть родной город пророческий, а Вавилон стоит и кажется, что будет стоять вечно. Однако же, ровно как сказал пророк, так и произошло. Иерусалим стоит до сих пор, и, как говорит псалмопевец, просите мира Иерусалиму, да, мы надеемся, что этот город и продолжит свое существование в веках. А от Вавилона действительно осталась столь жалкая груда развалин, что прежде великий город на определенном этапе был просто потерян человечеством. Никто доподлинно не мог указать на конкретное место, где он находился, и только системные археологические работы, да, все-таки однозначно определили это место, и теперь на территории современного Ирака, да, вот можно увидеть развалины этого великого города. Собственно, огромное количество ветхозаветных пророчеств, например, о мессианском царе Израиля с точностью реализовались в Иисусе из Назарета Галилейского, как, например, очень сложный, внутренне неоднозначный, противоречивый текст той же самой 53 главы пророка Исаии, где он говорит о рабе Господнем, который почему-то, будучи вот так вот полностью, да, как бы предан Богу, полностью вверен Ему, будет претерпевать какие-то жуткие злоключения, страдания, в конце концов, он понесет на себе почему-то грехи наши, и будет мучен за беззаконие наши, и наказание мира сего будет на нем, и ранами его мы исцелимся. Текст, который даже банально внутри самой иудейской среды никак не получает какой-то однозначной интерпретации. А в Новом Завете мы видим, как вот этот истинный потомок Давидов окажется тем самым отроком Господнем, тем самым рабом Господнем. Поэтому из указаний на истинность библейского текста, ну, пожалуй, самым простым, может быть, вот именно указание на то, что библейские пророчества святыми людьми преподанные, да, слова Божьи, исполнились в полноте. Но второй важный пласт, вы спрашиваете, да, во-первых, как объяснить, кто автор Библии, и, соответственно, мы проговорили это, да, что это соработничество Бога и конкретных авторов. И почему там все правда? Вот про все правда нам нужно сделать важную оговорку. Так как всякий библейский текст является плодом синергии, да, труда Божьего и труда человеческого, то человек, записывающий этот текст, кроме всего прочего, ограничен банально своим собственным словарем, своим культурным и историческим кодом, да, то есть тем, что мы называем контекстом. То есть мы сами с вами находимся в совершенно конкретном языковом и культурно-историческом контексте, из которого при всем желании выйти, ну, если не то, чтобы совсем не можем, но как минимум для нас это очень затруднительно. Еще более затруднительно это было для авторов древних. Поэтому к разным библейским текстам, говоря о их достоверности, мы подходим каждый раз с вниманием к их, во-первых, жанру, а во-вторых, к культурно-историческому контексту. То есть если мы говорим о том, что в Библии все правда, то это никоим образом, например, не обозначает, что когда в пророческих, например, текстах тот или иной пророк, желая подчеркнуть определенного рода мысль, использует метафору, что мы должны ее воспринимать только в буквальном смысле. Нет. Пророк в своей речи, в своих языковых схемах и возможностях использует оборот, желая придать ему метафорическое значение. Будет неправильным наше его истолкование в прямом смысле. Поэтому, да, с одной стороны в Библии все правда, с другой стороны, учитывание вот этого человеческого элемента, наших собственных выразительных средств и способов принципиально должно нами иметься в виду при обращении к библейскому материалу. И здесь, конечно, обращение к святым отцам, обращение к такой важной и значимой вероучительной науке, как библеистика, исключительно улучшит наше понимание текста библейского. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...